Вы слушаете радио Покучик Бокс Здравствуйте, это Некст подкаст Как всегда с вами Гамид Ихмуры У нас, как вы поняли уже по времени, когда вы слушаете нас Произошли изменения, как я и обещал в прошлом выпуске Мы сделали голосование и узнали у наших зрителей Когда нам делать подкаст В итоге большинство людей проголосовало за субботу А я уже сам с Хмуром выбрали, что это будет утром транслироваться Это такой наш первый субботний утренний выпуск И мы решили его сделать особенным Выехать за территорию нашей студии Сейчас вот Хмурый как раз добавит про это Да, мы решили покинуть нашу душную студию И отправиться в лес, снимать наш подкаст в лесу Нашей темой сегодняшней будет отпуск Мы решили себе устроить отпуск заодно И заодно снять подкаст в лесу Ну и вообще на отдыхе, будучи в отпуске Поговорим мы о том, почему и для чего важен отпуск вообще для людей Зачем люди должны устраивать себе отпуск Естественно, многие об этом знают, что нужен людям отпуск И важно, как его проводить Потому что люди могут брать отпуск и сидеть дома Или отправляться летом, допустим, на пляж Но не только пляж очень важен, я считаю Мы выбрали пойти, поехать в горы и в горный лес Я думаю, что отдыхать в горном лесу это очень интересно Приятно Полезно Да, да, полезно Вы можете наблюдать за нами большой лес И как это называется? Склон, падина То есть еще на сантиметр двинемся назад И Next Podcast сделает свой последний выпуск А вообще Я тебе скажу хмурый, да Отпуск Отпуск нам самим был нужен Мы ведь не только занимаемся подкастом Это даже не отпуск от подкаста У нас свои работы тоже есть в жизни И нужно было сделать как раз сейчас самое время лета Мы решили это сделать как раз на тот момент Когда мы меняем наш подкаст, время его Да, говорим об отпуске Вот, не знаю Я не всегда работал на такого рода работах по жизни Где нужен отпуск То есть есть такие люди Есть такие профессии Где отпуск как бы не нужен Потому что там и так, и так Работа происходит не каждый день Это в основном, мне кажется, нужно людям У которых профессия такая каждодневная Требующая И естественно Как тогда будет человек жить Если он не будет отдыхать Если у него будет только 11 в неделю отдых А это не отдых, поверьте мне Вот этот 11 в неделю, это не отдых Это он тратит любой человек Этот один день в неделю На то, чтобы решить все свои дела Все свою бытовуху Все свои проблемы А вот отпуск Его на то и берут на неделю На две недели Кто-то мажор едет там на острова И все такое Это тоже хороший отдых Ну, а кто-то не может себе этого позволить Но я вам вот честно скажу Мы просто живем в такой хорошей стране Под названием Азербайджан Где внутри одной страны очень много разных видов климатических зон и пейзажи Поэтому здесь большой выбор на самом деле для отдыха Да, окей, островов здесь нет Таких, да, вот именно тропический остров Но здесь есть субтропики А вот сейчас мы, к примеру, находимся В какой климатической зоне? Сейчас наш оператор нам скажет Умеренная Умеренная климатическая зона, да Вот здесь горы, леса По мне, по мне больше вот такие места Я очень люблю, как и хмурый лес Вот такое спокойствие, скажем Ну и, конечно, насколько вы помните По нашему выпуску про кухню Которую мы делали на Новрус В нашей стране очень богатая кухня Столько всего есть И, поверьте, мы в этом смысле здесь Очень сытые То есть очень много поели Успели покушать Прекрасных блюд А вообще Хмурый, давай Вот ответ мне на вопрос Был ли в твоей жизни твой самый любимый отпуск? Было такое у тебя И расскажи, вот какой и где? Ну, их было несколько Одним из самых запоминающихся был Когда я поехал в деревню Ивановка Которая находится в Исмайлах Это тоже в Азербайджане Ивановка находится в центре, скажем так, Азербайджана Это такая русская деревня, где живут русские Там классная природа Горы Очень много растительности Полезных трав То есть отдых Очень классно можно проводить там время вообще Классный отдых бывает Много родников Что мне понравилось Там очень много естественных родников И очень холодная вода Это просто То есть нереально Приятно Да, нереальное удовольствие Потому что ты идешь в жару Там горы И попадаешь в место, где есть родник Где очень холодная вода Просто очень холодная И второе место, где я отдыхал То есть из лучших отпусков, да, как ты сказал То лучший отпуск Это было в Чешме, Турции Да, это находится в Турции Чешме это как бы город рядом Ну такой район, который находится рядом с Измиром Вот я бы посоветовал людям, которые едут отдыхать в Турцию В первую очередь ехать не в Стамбул и в Анталию Или точнее людям, которые уже были в Стамбуле и в Анталии Ехать в Измир, в Чешме Это очень классное место для отдыха Очень мало людей Туристов, которые вот Бывают неприятные туристы? Очень мало неприятных туристов Больше людей, которые приехали спокойно отдохнуть Для тех, кто любит спокойный отдых Естественно, там есть и веселье Очень много веселья Для тех, кто любит шумное веселье Но все это как-то очень умеренно разделено Да, распределено Из-за этого я там очень хорошо отдохнул Мы, наверное, как-то покажем Фотографии и видео с этого места После, да То есть вот Такие места очень хорошо подходят для отдыха В отличие от, скажем так, мейнстримовых мест отдыха Потому что мейнстримовые уже туда все валят И ты приезжаешь просто туда как очередной человек Понимаешь? То есть ты не индивидуально как-то решил приехать туда И ты там уже не индивидуальность Ты там просто еще один турист Которого просто в кучу забивают Где какая-то туристическая команда Трупа, где люди идут Ну, в общем, ты понял, о чем я говорю Да, да То есть ты не можешь как-то индивидуально отдохнуть Или найти что-то интересное Плюс исторически очень важное место для Турции Очень много музеев именно на открытом воздухе Много музеев, где были, мест, где проводились исторические раскопки И все такое Вот Эти вот два места Сам можешь сказать Одни из самых лучших отпусков Которые я делал Ну, скажем так Которые были, но не все Из тех, которые больше всего мне понравились Так, твоя очередь Что твой самый, можешь сказать Один из лучших отпусков Какие это были отпуска? Ну, да Очень интересно, кстати Вот твои были Я не был сам в Турции Вот у меня У меня было так Я знаю, что ты не так часто был за границей Ну, то есть были моменты Там Иран, Турция Есть так странно У тебя как будто даже чаще тебя был Но несмотря на вот эту частость Я выберу все равно, да Там одно место Потому что Мне кажется, дело даже не в самом месте Во время отпуска Ты тоже правильно сказал Когда толкучка Ты не ходишь Там не отдохнешь Там только шоппинг делать в таких местах Или в ресторанах сидеть В общем, мажорист отдых А у меня был один из таких случаев Когда я отдохнул Не за свой счет Я думаю, вот этот элемент Он сыграл ту роль Того, что это был лучший отдых в моей жизни И это был Египет Вы помните, да? Араза Ну, вот на подкасте Он у нас тоже был И как-то раз Я с Аразом Араза пригласили Выступать в Египет В Шерман-Шейх Да, это такая туристическая зона в Египте На океан выходящая Ну, и он меня пригласил Потому что я еще могу играть на барабанах На ударных И он сказал, что если хочешь Все оплачено Мне просто Не то, что нужен даже ударник А мне будет, может быть, скучно Было бы клево, если бы ты тоже поехал Я, естественно, согласился Как я мог отказаться Когда на халяву я еду куда-то В пятизвездочный отель Понимаешь? Все включено Да, all inclusive Естественно, я согласился Но все равно Как бы до конца Не был уверен Что это будет мой лучший отдых Потому что были очень хорошие отпуска Но это было реально Это был реально лучший отдых Я думаю, для Араза тоже В общем, мы сломали весь отель Мы там устроили кипиш С Аразом И поэтому, может быть Мы всех зарядили энергией Все начали бросаться в бассейн Когда этого нельзя было Мы нарушали правила отеля Мы, в общем Устроили там реальный праздник Для нас И других Постоянцев отеля Которые не ожидали Кажется, что в отеле такое возможно Вот поэтому Очень хороший это был отдых И я думаю Вот сейчас После того, как мы поделились Вот этими отпусками Которые у нас были Мы сейчас покажем вам Как это было И у Хмурова И у меня Смотрите И мы к вам вернемся Сразу же после этих кадров Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok что хотят, да, и видишь, им тоже, видишь, значит, надо отдыхать, то есть всем, всем надо иметь, как бы, вот этот отпуск, каникулы, и потом просто, когда они поймут, что началась работа, в которой еще сложнее, чем школы, институт, им точно захочется выезжать, вообще ехать в отпуск, и плюс еще, да, за границей, конечно, да, это не то, что даже кругозор, и это само собой, а вообще объезжать в мир, смотреть вообще, какие есть разные места, это очень важно, я думаю, для всех, для всех людей, то есть не только для определенного типа. Да, вот так, каникулы, вот я вначале сейчас скажу, потом скажешь, сам тоже поделишься, вот у меня каникулы проходили, в основном, только на даче, у нас была своя дача, и мы каждое лето, то есть у меня была такая ассоциация, ехали туда на три месяца, мы там играли, ну, в детстве я играл в футбол, такие вещи, а потом уже с возрастом я стал больше уходить в такие вещи, типа там, сижу на поляне, или начал работать в карьере, кубики тащить, такие каникулы, понимаешь, там на велосипеде ездить, на пляж эти, конечно, в этом смысле, конечно, дача, я думаю, очень хорошая вещь, вот, если кто-нибудь из слушателей или зрителей, у них есть дача, да, можно сказать, они, даже если у них не будет возможности, даже если у них не будет денег, у них есть место, где они смогут провести хотя бы свой отпуск, вот, если пандемия какая-то, они никуда не могут поехать, они будут счастливыми людьми, потому что у них есть дача, и они смогут пандемию там провести. Каникулы я проводил обычно так, у меня тоже была дачная атмосфера, но дачная атмосфера какая, мои родители больше любили каждый год в разных местах страны снимать домик и использовать это как дачу свою на целое лето, то есть я оставался в разных точках вообще, да, тоже классно, потому что каждый раз что-то новое, не приедается, не надоедает, иногда мы возвращались даже, как бы, спустя, допустим, 2-3 года в одну и ту же дачу, которую мы снимали, чтобы, ну, допустим, она понравилась нам очень, и мы находили, чтобы вернуться туда, так же оставаться, это тоже приятно, потому что ты, когда ты ребенок, школьник, для тебя это прикольно, что ты спустя там какое-то время вернулся снова на те места, где ты был еще меньше даже возраста, чем сейчас, как, да, да, ностальгия, такая детская ностальгия для ребенка же, не для взрослого, да, это весело. Да, и для детей это тоже важно, потому что дети постоянно находятся в этой атмосфере, когда учеба, 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 школа очень давит вообще на детей, ну, и в том смысле, что есть какая-то там программа, по которой он должен идти, курс, который ему задают, и он должен постоянно этому следовать, а он ребенок всего лишь, то есть ему сложно с этим жить с такими условиями, в таких условиях вообще, из-за этого нужно, детям тоже нужно отдыхать, то есть если у вас есть дети, и они школьники, да, то есть если вы родители, то вам нужно обязательно устраивать им каникулы в такие именно, чтобы выезжать куда-то на природу, выезжать куда-то, куда-то вообще не обязательно даже на природу, то есть покидать свою, скажем, зону комфорта, где ты обитаешь постоянно, и направляться куда-то для, скажем так, поисков приключений, не опасных, но таких интересных приключений, скажем так, потому что я всегда, когда отправлялся куда-то на отдых где-то, где я не был, это всегда приключение и всегда весело, ну, почти всегда, в зависимости от того, конечно, куда ты едешь, да, но опять-таки надо, когда куда едешь, где ты не был, я считаю, что нужно изучить это место, сейчас, к счастью, есть интернет, ты можешь почитать, посмотреть, что это за место, куда там можно пойти, и куда туда не стоит идти, вот. Хмурый, вот знаешь, есть еще кроме каникулы, отпусков летних, есть еще зимний, ну, как бы люди как-то это связали, я думаю, так понимаю, с Рождеством, кто там христиане, кто простые люди с Новым Годом, они связали этот момент, и единственное, что вот я не совсем до конца понимаю, ну, надеюсь, слушайте, зрители, даже если не знают, вот сейчас узнают, я не праздную, да, Новый Год, я говорю уже об этом, я его праздную весной, для меня Новый Год тогда, а зимой это просто праздник зимы, и зимние каникулы, и отпуска, это немножко странно, потому что там зима, да, везде будет, ну, то есть можно в зимний курорт поехать, где будет везде снег, но там, понимаешь, я бы не стал бы там больше трех дней быть, то есть там предельно все быстро становится понятно, чуть-чуть на лыжах поездил там пару дней, ну, да, и все, и все, что еще дальше, поэтому, это есть же другая категория людей, которые на зимние каникулы и отпуска едут в страны, где лето, где лето круглый год, или там у них сейчас суперлет, это вообще прикольно, я считаю, такое вот тоже нужно делать, чтобы отдохнуть от зимы, хотя есть люди, которые не любят лето, не любят вообще тепло, и любят вот как раз-таки такой кайф зимний, где снег идет за окном, сами пьют глинтвейн там, такая, да, атмосфера, понял, да, поэтому, да, можно сказать, люди делятся на вот две категории, те, которые больше любят жару, и те, которые больше любят зиму, но факт фактом, зачем вообще мы в этом выпуске об этом говорим, это то, что отпуска необходимы, жизненно важны, то есть человек должен отдыхать, и должен отдыхать именно, я думаю, больше в природной атмосфере, то есть тот же зимний курорт, это все равно природная атмосфера, он на лыжах, дышит свежим воздухом, занимается физической активностью, а есть, конечно, другие люди, да, которые там не выходят из домов на отпуск, из квартир, или снимают даже где-то на природе дом, и из него не выходят, там у них интернет, компьютер, все то же самое, что в городе, то есть он ничего, можно сказать, не изменил, просто виды из окна он изменил, и все, ради виды из окна, поэтому, кто так делает, допустим, я настоятельно советую пересмотреть эти моменты, поехать, именно на природе побыть, может быть, у вас не открылся этот момент с природой, а он по-любому откроется, надо просто взять и сделать это, природа очень затягивает человека, надо просто взять и сделать это. Вообще, я думаю, это от человека зависит, например, я люблю такие места, вот как лес, леса я обожаю, но, можно сказать, даже, да, практически любые леса, то есть неважно, какой, то есть там субтропический какой-то лес, или джунгли, любой лес, да, или скандинавский, почти все леса, они притягивают реального человека, они как будто бы заманивают, ты видишь, вот, как тебе сказать, ты видишь эту темноту в этом лесу, и тебе интересно, а что же там, что там, и ты знаешь, что там этот лес кишит жизнью, то есть там очень много всего, ты знаешь это, и это еще больше тебя притягивает туда. Может быть, кого-то это пугает, если это какой-то лес, где есть медведи, волки там, я не знаю, тогда, может быть, да, но, опять-таки, есть люди, которые даже этого не боятся, да, я встречал таких людей тоже, которые, да, я встречал шакалов в лесу, но они как бы убежали, а, еще кабана дикого встречал, да, это, притом мне говорили, что люди, с которыми я был там, что кабан этот, который я встретил, он опаснее даже, чем шакал, который я встретил, лучше встретить шакала, чем кабана дикого, потому что они могут быть очень агрессивны и опасны, я об этом не задумывался никогда, до того, как, пока я не встретился с кабаном, а я встретил, а я встретил кабана с братом в детстве, это вепрь, да, если так пацан это называется, потому что это дикий кабан, он со всей скоростью просто шел не на нас, он шел по определенной траектории, да, 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 но очень агрессивно, то есть, если бы мы не отошли во время от нас, от наших ног, по крайней мере, ничего не осталось бы, они были бы как минимум переломные, он очень мощный, у него вот эта морда очень мощная, или медведи, да, там секрет на самом деле с животными дикими, да, вот, не злыми, а дикими, заключается в том, что ты должен быть спокойным, когда ты спокойный, им плевать на тебя вообще, ни одно животное тебя не тронет, вот, даже змея, да, там, любое животное не тронет, да, конечно, это все супер удовольствие, и продукты, вообще, вот я говорю, если продолжать про природную атмосферу, где ты находишься географически, то там и хорошие продукты, хорошие овощи, фрукты, все супер свежее, и чистый воздух, то есть, человек не просто отдыхает психологически, он физически по сравнению с городами, где все немножко такое, да, или привезенное, уже не первой свежести, или немножко такое химическое, не настоящее, искусственно сделанное, то, вот, на природе, в деревнях, там все будет чисто, чистый воздух, то есть, организм сам тоже отдыхает, я уверен, прекрасно просто, типа, ой, да, что это такое, я, наконец-таки, дышу свежим воздухом, я, наконец-таки, кушаю настоящий помидор. Да, это классно, например, место, где мы сидим, здесь все растет, то есть, если, жить здесь постоянно, то, по большей части, то есть, как минимум, 10 продуктов здесь точно не нужно покупать, потому что здесь растет яблоки, айва, виноград, виноград, то есть, много чего здесь растет, шелковица, шелковица растет, потом, вишня даже здесь растет, здесь очень много всего растет, и, растет в таком количестве, что есть, тебе точно хватит, то есть, тебе, твоей семье, если ты живешь здесь, тебе хватит, и все. А если много, может делиться и меняться с другими, кто выращивает другие вещи, баклажаны, допустим, но баклажаны поменять яблоки, здесь яблони растут, просто, очень классно. Да, отпуска, это прекрасное время, когда можно много чего сделать, так что я всем желаю этим летом, по-любому, выходить в отпуск, ехать, отдыхать, надеюсь, пандемия и все такие дела уже идут на спад, потому что я вижу, что люди начинают вакцинироваться, ну, кто хочет, кто может, и поэтому уже, как бы, все это идет на ослабевание, эти ограничения, насчет переезда. Я скажу честно, за городом вообще такая атмосфера, как будто этой пандемии вообще не происходило. Вот. Поэтому, да, в общем, это, дорогие слушатели, был Next Podcast, такой, не очень долгий выпуск, мы с Хмуром, просто сами, сейчас отдыхаем, в отпуске, можно сказать, все, что мы говорили, мы это уже тоже сделали, вот, именно в этом отпуске, покушали свежих продуктов, подышали свежим воздухом, в общем, конкретно отдохнули, ждите, ждите нас в следующий субботу, потому что вы знаете, что мы уже поменяли свой режим, режим изменен, вместе вот с таким выпуском как раз. Да, хорошо ты вспомнил про пандемию, коронавирус, вообще это очень классно, потому что здесь реально, вот ты выезжаешь, когда за город, ты не чувствуешь вообще это, то есть не так напрягает тебя, но здесь все очень расслаблены, и людей мало, никто никуда там не торопится, не бежит, что и маски не так важны, потому что ты на природе, ты большую часть времени проводишь на открытом воздухе. Да, это очень важно, это очень классно, ты вспомнил? Хорошо. Это тоже важная часть. Если вы, сидя в городе, устали уже от всего этого, обязательно, да, срочно, срочно надо выезжать за город, потому что здесь, здесь этого нет всего, здесь не так опасно все. Да, это был Next Podcast, с вами был Хмурый и Гамит, смотрите наш каждую неделю, как всегда, по субботам, слушайте нас на нашем радио, и слушайте наше радио вообще, потому что на нашем радио будет появляться еще новые передачи. С недавних пор диджей Браво ВФ, он сидит вот перед вами, это Ягамит, как бы у нас появилась возможность, появилась возможность выходить в прямой эфир чаще, чем когда-либо, потому что до этого вообще это было невозможно, не было, скажем, той самой аппаратуры, и, может быть, техники. Мы вообще это не собрались делать, у нас было до этого чисто музыкальное радио, а с этого года, как исполнилось пять лет, радио Баку Джекбокс, мы сделали в начале Next Podcast, а вот с недавних времен вы увидите рекламу в Инстаграме, тоже в итоге я сделаю, что у нас, я, диджей Браво ВФ, буду иногда просто выходить в прямой эфир, в любой момент дня, то есть это может происходить. Я буду просто говорить о том, какая погода, какое настроение, и какая будет песня играть, следующая или предыдущая, просто. Это создает все-таки более живую атмосферу на радио. Так что слушайте, попадайте, ловите на те моменты, когда появляюсь я с вами комментариями. А это, как сказал Хмурый только что, был Next Podcast. Ждите, ждите следующей недели, будет что-то по-любому очень интересное. И пишите побольше комментариев в Ютубе, потому что нам интересно читать ваши комментарии, это очень важно. Как можно больше комментариев все пишите. Нам очень важно все, что вы думаете. Пусть даже это будут плохие комментарии, нам все равно это важно. Даже если вам не нравится, напишите, что вам не нравится, почему вам это не нравится. И что нам делать? То есть, что нам делать, я поменяю ударение. Что нам делать дальше? То есть, если вам не нравится то, что есть, то, что вам нравится, напишите это тоже. Пишите все, что вам нравится, и все, что вы хотите. Комментарии нам очень важны. Всем спасибо. До свидания. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok